здорово ребята здорово любители металла меня зовут максон сегодня у нас будет самый музыкальный самые металлевые выпуски всех сегодня будет ни одно и два и три да 3 сегодня у нас будет 3 пива и все они будут коллаборации музыкальными группами давайте будем затягивать и поскорее уже попробуем первое пиво а начнем с пива от группы эпидемия паладин он называется пивоварня рок-н-бир все пивы сегодня будут от пивоварни рок-н-бир начнем с аннотации одолеть злодеев спасти планету сразиться с драконом а ближе к вечеру отдохнуть в таверне с кружкой пива или или обычный распорядок дня некоторых персонажей песен группы эпидемия и как же здорово что рецепт этого дивного напитка попал в наши руки прямо из сказочных миров теперь станет совсем легко представить себя любым героем из многочисленных эпосов группы надо только решить кем именно ну собственно бодрая аннотация то есть вполне можете накидаться этим пивом и представить себя персонажем из песни группы эпидемия вот это я понимаю тема вот это давно бы так собственно что это у нас за пивом сезон аля рус светлая не фильтрованная осветленная не пастеризованная экстрактивность 14 алкоголь 5 и волосы в стакан лезут ну ничего красота требует жертв 1 августа дата розлива получается это у нас что это вообще какой-то логерок солод светлый солод карамельный хмель дрожжи базилик интересный базилик получается газешка то соли нет воспользуйтесь пожалуй подсказкой антапта это у нас фармхаус так все ребята не становится жарко в этом наряде так фармхаус значит ну что то есть знаете но не самый вонючий фармхаус из всех которых я пил своей жизни но конюшни конечно же отдает куда же без этого решить я решил с пиво эпидемия потому что на самом деле из всех трех представленных сегодня команд с эпидемии я знаком меньше всего но друзья мои эту группу слушали я как бы раньше играл в world of warcraft там среди людей которые играют в эту игру много было фанатов группы эпидемия как ни странно попробовать сразу чувствуется базилик но это годная тема возможно фанаты трушные фармхауса скажут что это но слабо но для обычного любителя пива это вполне окей базилик он так как бы оттеняет перебивает все вот эту вонищу действительно чувств представляешь себе как будто бы ты сидишь в таверне наверное средневековья у них не было каких-то там как сейчас не наверное у них не было таких такого оборудования чтобы такой степени очищать пиво как вот сейчас делают допустим масс-маркете и скорее всего действительно плюс-минус реле раньше они вот были такие вонючие с ароматом тухлятина и вот это в этом плане как раз таки получается очень аутентично то есть как бы закосом вот такую вот тему но без фанатизма прям люто прикольно прикольную тему то есть как напиток конечно но постоянно как только брать не стал но как идея и реализация прикольно самое то чтобы пить на различных реконструкциях например на средневековье если вы угораете по средневековью и по реконструкциям пишите похоже это пиво на то что делали тогда или нет но прям много его пить за раз сложно конечно поэтому давайте пока отложим и пойдем дальше двигаемся дальше и следующее пиво это ауткаст невесомость ауткаст совместно с рок-н-бир решили порадовать своих фанатов а также бергиков всех конфессий легким вишневым саурелем невесомость идеально подходит для летнего концерта фестиваля и прослушиванию рок-музыки разные степени тяжести 28 июля дата розы 14 плотность 5 алкоголь но по составу ничего интересного просто первичный состав кто все мои выпуски смотрел наверно обратил внимание что у меня куча футбол с различными музыкальными группами но так уж вышло что сегодня из все из всех трех представленных групп у меня нет в боке ни одной из этих команд также так по аромату не сказать что прям пахнет вишней скорее карамельным солдом можете обратить внимание какая она жидкая она пиво саур привыкли наверное все уже у меня на канале да я сам привык что саву это прям когда в стакан просто вываливается первых и можно ее есть ложкой а здесь вот вполне себе пиво в общем давайте попробуем но опять таки чувствуется вишня но без фанатизма вот без перегибов в сторону фруктовости вот именно что да и в целом знаете рок-н-бир это ведь то же самое что называется ты забыл к найтберг то есть одна локация по сути а у них сколько я пробовал различных в общем сколько я не пробовал у них различных фруктовых пивосов они все-таки в первую очередь пиво а потом уже все остальное то есть они вот не уходят в эти крайности фруктовые не пытаются сделать детское питание из пива хотя бы тут найтберге были супы и вот они были прям суп и суп и что-то такое есть чувствуется косточка вишневая прям такая вишня знаете ранее прям то есть нет какой-то сладости обычно саву не привык я в общем к таким саву хотя ничего плохого в этом конечно нет но не сказать что если сильно на самом деле вообще не кисло опять-таки сравнительно с теми саурами которые я обычно пробую что касается группы ауткаст тут я уже более лучка в общем с ней знаком чем с эпидемий когда бывший вокалист аматери ушел из монастыря и вернулся в музыку я конечно ожидал что он вернется в аматери там как раз таки были проблемы с вокалистами одни уходили другие приходили но к моему удивлению он собрал новую команду который помимо него есть еще другие бывшие участники аматери само собой я заценил их первые треки но для меня слишком тяжеловато оказалось я в итоге не стал их слушателям постоянным но друзья у меня есть которые прям их слушать на концерты ходят им заходит их творчество здорово колян интересно за зайдет ли им это пиво вообще вот рок-н-бир снайдберг как-то они так находятся в дружеских отношениях с аматери и вот со всей их командой широкой бывших участников и вот в этой целом металлической тусы питерской я вот подписан на инсту какого я постоянно забываю что нельзя это говорить в общем вижу по фотографиям в сторисах что они тусуются в топруми к найдбергском периодически но сколько раз я там не был никого этих там не встречал видимо ребятам нравится вот такое мужское пиво которое похоже на пиво больше все таки а не на смузики какие-нибудь в общем ладно давайте финал финальное пиво так финал финал очка и это у нас аматоре книга мертвых сейчас мы будем возвращать 2007 все вы наверное помните эти хиты аматоре которые звучали на всю страну сентябрь горит джанг плач и танцуй без лишних слов стой 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 убери руку от дизлайка я просто ровлю конечно я знаю что эта песня не был форматой черно-белые дни с них все началось когда-то одна из первых песен из русской альтернативы которую я услышал юности помню клип увидел по каналу по 2 много лет прошло с тех пор ну сколько получается этого пиво честь юбилея 15-летнего альбома книг мертвых собственно аннотации какого здесь нет места аннотации здесь список треков помнишь 7 шагов здесь и сейчас снег в аду после и кладу качевая песня одна из любимых не больше нет обернуться назад отдай свой крик преступление против времени слишком поздно моя правда эффект бабочка теряешь меня на самом деле не сказать что я прям от начала до конца все альбомы аматори слушал все-таки они тоже больше в металл а я больше панку какую-то но давайте про пиво что-то поговорим это у нас american лагер светло нефильтрованная осветлено не пастеризованный экстрактивных 13 алкоголь 5 у всех до алкоголь 5 ну да по составу у нас ничего интересного кроме того что здесь составить рисовая крупа на самом деле уже это пиво пил в прошлом году и но и на самом деле она на меня кого-то особо впечатление произвело они для аматы сварили два пива в честь юбилея коллектива и в честь юбиле альбома книги книги мертвых я на самом деле был рад что нашел хотя бы одно хоть пиво в этом году как выглядело то пиво вы хоть можете заценить у меня тик токи не сказать что сильно яркий какой-то аромат такой прям очень лайтовый ну о чем нам говорит рисовая крупа что это будет что-то в стиле азиатских пиво софтик чанг какой-нибудь тайский наверное давайте попробуем ну как-то видимо мои вкусовые предпочтения за год поменялись потому что сейчас нет и кажется вполне себе годным лагером том году мне как-то казалось слабого но и такой еще нюанс в том году когда я покупал но получается стоит по моему в районе 250 рублей не такой 250 рублей за лагер что шутите за 250 рублей я должен просто визжать от восторга а тут просто хороший лагер но все это было до того как медицин за 350 рублей просто продавать лагера так что теперь 250 рублей за лагер это принципе окей лекрафтует кто больше так сказать на дне есть небольшой осадочек опасно уже второй раз чуть не провел пиво на самом деле даже при том что она не фильтрованная она довольно таки прозрачная хотя да видно что плавает такая взвесь в пиве в легкую я на самом деле удивился когда в том году взял их два сорта получаются в честь юбилея и в честь юбилея альбома и оба сорта были лагера даже не знаю музыкантам изоматри настолько не нравится крафтовое пиво всякое разное что они решили нету лагер лагер еще раз лагер только лагер не надо нам ваших сауров не надо нам ваших газа шик всю эту историю боитесь кем-то другим а вот мы чисто за мужское пиво мы за лагер голосуем а вот ребята из ауткаст не вы ломались хотя на самом деле я не знаю музыканты вообще принимали какое-то участие в изготовлении пива лет так сказать просто от пивоварни типа ну посвятить то есть теперь посвятили своей сварили пиво и посвятили группе такой или другой вот не знаю на самом деле не видел нигде от этих групп да честно говоря я не подписан на одну из этих групп нигде я что-то не видел анонсов что вот ребята так вот так то мы сварили пиво я подписан на барабанщика аматоре сколько вся помню и вот ни разу у него не видел чтобы он это пиво пиарил чисто для своих так ребята давайте попробуем подвести итог в общем пиво от эпидемии ну прям вот всего лишь одна специя базилик как ярко она раскрывается и в аромате и во вкусе может быть благодаря базилику создается впечатление такое что это фармхаус я даже не знаю на самом деле ну если так то хитро хитро рок-н-бир молодцы в общем я немного знаю фанатов группы эпидемия лично но тех которые я знаю они прям реально на теле в свое время по всякому фэнтези и если он представить что это реально такое пиво средневековое то вполне себе мне кажется и может интересно прикольно что касается пиво outcast конечно на контрасте с фармхаусом такой себе ну да принципе как здесь написано что на концерте или на фесте холодненько если она особенно будет на самом деле сейчас уже сентябрь дом довольно таки тепло и пиво довольно таки быстро нагрелось до комнатной температуры сложно сейчас представить каково бы это было интересно прям в жару ну все мы знаем какая обстановка обычно на концертах на фестивалях да когда ты в толпе стоишь там трешься от других фанатов дышать вам нечем ты ну такой обстановке что угодно любая жидкость принципе за радость а так ну прикольно то что не приторно не супер сладко да в этом плане нормальная тема чтобы жажду утолить в общем да интересная тема но это вам не вишневый бейзер сразу скажи это серьезная тема и аматори видимо ребята из аматори считают что их слушают только суровые мужики которые любят пить только нормальное настоящее пиво а как же пидовки ребята а как же пидовки ну неужели нельзя было хотя бы одно пиво сделать для пидовочек сладеньким ну говнари вряд ли будут покупать пиво за 250 рублей блин чё вообще не свой сам себя закапывал но в принципе так как к матере уже команда довольно таки старой и большинству ее слушать минус тридцатка я думаю что они состоянии купить себе пиво 250 рублей тем более от любимой команды почему нет перевоплощение спасибо ребята за просмотр ставьте лайки подписывайтесь с вами был макс он всем удачи